Юных приморских грибцов не часто так грандиозно встречают в аэропорту. Родители и родные сверкают радостными улыбками, а ребята – своим внушительным набором медалей, которые они заработали на всероссийских соревнованиях. В этом году юные каноисты и байдарочники со всей страны показывали свои силы в московском городе Бронице, а также в саратовском Энгельсе. Приморские спортсмены пробыли на выезде несколько недель и за это время успели завоевать сразу несколько важных наград. Мы вообще участвовали до 17 с начала соревнований, там мы взяли два золота на дистанции 500 и 5000, а потом мы участвовали до 19 лет, там уже была взрослая группа, конкуренция была еще сильнее, потому что спортсмены сильные очень. И там мы на 1000 метров взяли четвертое место, а на 5000 – шестое все-таки. Данил и Егор привезли во Владивосток самые значимые награды первенства, но не осталась наша сборная и без наград всероссийских соревнований. Они, к слову, проходили на озере, но приморцы – существенная разница на воде не заметили. Мы тренируемся на озере, но плотность воды на озере, она больше, чем в Саратове в этот раз оказалась. Хотя в Краснодаре она одинакова. Пацаны до 17 лет в двойке заняли второе место, я в одиночке занял первое и третье место. На всероссийских соревнованиях заняла вот две серебряных медали. На этих соревнованиях было очень много человек, участников около 800, что ли. Вот. Показала себя достойно. Соперничество и вправду оказалось непростым. Даже тренерский штаб сборной России отметил, что к себе в резерв можно уже забирать практически каждого второго байдарочника или канаиста. Приморские же наставники хоть и остались довольны результатом, однако отметили, что над некоторыми дистанциями нужно еще работать и работать. У нас и тысяча нам не поддалась на этот раз. Упор сделать на более километражную работу, развивать выносливость, общую выносливость. Для этого нужно проводить и лыжные сборы, и больше быть на воде, несмотря на погодные условия. К слову, отличившиеся приморцы попали в списочный состав юниорской сборной России. А значит, у спортсменов уже в ноябре будет шанс стать частью основы национальной команды. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.